Друзья, всем добрый вечер. На связи DataArt. Мы рады, что вы с нами. Спасибо, что присоединились в этот вечер к нам. И сегодня мы проводим вебинар Machine Learning и Artificial Intelligence в промышленности. Поговорим об искусственном интеллекте и машинном обучении. И о том, какую выгоду они могут приносить тем, кто их внедряет на производство. Все эти технологии уже существуют. И о них нам расскажет сегодня наш ML-эксперт Андрей Вересов. Андрей, я передаю тебе слово. Всем привет. Добрый вечер. Юлия, спасибо за представление. Добавлять я про себя, наверное, ничего не буду. Скажу только следующее. Хочется верить, что я все еще вылежу молодо. Хотя нахожусь в нашей индустрии уже более 15 лет. И за эти годы я наблюдал, как технологии машинного обучения стали появляться во все большем количестве индустрий. И можно сказать, на текущий момент перевернули или существенно изменили многие отрасли. Конечно, наиболее распространен, на большее распространение машинное обучение получила в своей родной среде. А именно в отраслях, плотно завязанных на данные. Но и во многих относительно новых отраслях машинное обучение начинает привлекать к себе все больше и больше внимания. Небольшое оглавление. О чем пойдет речь сегодня? Конечно же, о машинном обучении, о том, почему это для нас всех очень важно. Я также расскажу о том, чем проекты из области машинного обучения отличаются от хорошо нам всем знакомых проектов из области информационных технологий. Ну, конечно же, расскажу об интересных внедрениях машинного обучения, а также искусственного интеллекта на производственных предприятиях, на производственных площадках и так далее. Ну, и в конце, я надеюсь, будет очень интересный для всех рассказ о том будущем, которое нас всех ждет. Я надеюсь, в светлом будущем. Может показаться, что это довольно отдаленная перспектива и технологии, которые могут появиться в производстве совсем не скоро. Но я покажу пример компании, чья капитализация уже сейчас достигает десятков миллиардов долларов. Компания, которая имеет свою производственную базу в Великобритании и которая является одним из первых представителей предприятий следующего технологического уклада. Реализовавшие не просто какие-то экспериментальные технологии, но полноценную производственную линию, построенную на новых принципах. Это наши друзья, хотя и не являются нашими клиентами. Замечу, это россияне, как минимум бывшие граждане Российской Федерации. И хочется, чтобы не только на стороне наших западных партнеров внедрялись новые технологии, но и у нас в России производство менялось и адаптировалось к новым вызовам нашего времени, ну и к вызовам, конечно же, времени будущего. Небольшое определение. Машинное обучение. Машинное обучение это такая форма искусственного интеллекта, который позволяет системе обучаться на основе данных, а не путем задания правил в явном виде. Ну, возникают вопросы, да, обучаться для чего, как и что для этого необходимо. Эти вопросы, на которые я отвечу в ближайшее время. А пока вот небольшая картинка, такой небольшой интерактив для нашей сегодняшней беседы. Скажите, кто знает, что изображено на этой картинке? Можете прислать ответ в чат нашей сегодняшней беседы. Заодно мы опробуем, насколько он работает правильно. Ну, а пока вы вспоминаете название этого устройства или, может быть, пользуетесь какими-то внешними источниками знаний, таких как Google или Яндекс, я скажу буквально несколько слов о компании DataArt. Кто мы такие, чем занимаемся и чем мы можем быть вам полезными? Ну, компания DataArt существует на рынке уже более 20 лет. Является одним из лидеров рынка разработки программного обеспечения. Мы представлены глобально. У нас есть несколько офисов в России, множество офисов в ближнем зарубежье, в Европе. Офисы разработки в Северной и Южной Америке. Имеем довольно широкую экспертизу в различного рода областях. Количество наших инженеров насчитывает более 3000 человек. И хочется отметить, что клиенты по всему миру очень часто обращаются к нам повторно. То есть, по нашим подсчетам, 95% наших клиентов возвращаются к нам с новыми проектами уже после того, как предыдущие проекты были успешно для них выполнены. Ну, я надеюсь, времени на то, чтобы ответить на вопрос про интересное технологическое устройство хватило. Правильный ответ. Устройство называется Эолепил. На самом деле, это первый паровой двигатель, изобретенный еще Героном Александрийским. В целом, это была вещица довольно занятная, но абсолютно бесполезная. Благодаря пару шаг крутился вокруг своей оси. Ну, на радость зрителям. Это изобретение было сделано примерно в самом начале новой эры. То есть, почти 2000 лет назад. Что интересно, следующий этап в развитии технологии наступил спустя целых полторы тысячи лет. Когда пар приспособили крутить колесо с лопастями для проворачивания вертела с насаженным на него кусочком сочного молодого барашка. Ну, и дальше понеслось. Появились первые паровые машины для поднятия грузов, насосы, двигатели там, для поездов, для автомобилей. И паровые двигатели стали внедряться повсеместно. Менее технологичные производства стали заменяться на более технологичные. Ну, и победителями, естественно, в конкурентной борьбе становились те, кто начинал использовать новые современные технологии. Ну, вот примерно то же самое происходит сейчас с внедрением машинного обучения, с технологиями искусственного интеллекта. По историческим меркам они появились, ну, относительно недавно, но в целом существуют уже множество десятилетий. Но в текущий момент мы наблюдаем, как разработки из области фантастики активно начинают находить применение для решения бизнес-задач. Начинают применяться для решения каких-то рутинных проблем и находить все большее и большее свое применение, в том числе в таких секторах, как сельское хозяйство, производство товаров и других. Спрос на них в последние годы значительно возрос. Вот только несколько областей, в которых современный уровень развития технологий машинного обучения позволяет уже сейчас успешно решать практические задачи. Это и обработка речи на естественном языке, и компьютерное зрение, аналитика данных, рекомендательные системы. Мы можем строить различного рода прогнозы, давать какие-то персонализированные предложения, автоматизировать процессы. Мы можем с помощью машинного обучения находить дефекты, делать отбраковку. Мы можем реализовывать выявление различного рода трендов и сезонных изменений в спросе, в поставках. Также мы можем использовать искусственный интеллект для того, чтобы строить человекоподобных голосовых помощников и так далее. Как происходит обучение подобного рода систем? Наверное, кто-то уже хорошо знаком с подобного рода процессами. Но я расскажу немножко для тех, кто в подробностях не представляет себе, как это происходит. Для начала я произнесу определение, сказанное мною ранее. Машинное обучение – это такая форма искусственного интеллекта, которая позволяет системе обучаться на основе данных. Какой бы совершенный алгоритм мы не пытались бы применить, данные остаются самым важным фактором успеха в машинном обучении. При этом важно не только само наличие данных, из которых алгоритмы машинного обучения могут извлечь знания, но и качество этих данных. Во многих проектах, использующих машинное обучение, подготовка данных может занимать до 80% трудозатрат по всему проекту. То есть довольно существенный объем. Далее производится серия экспериментов с различными вариантами моделей, с различными начальными параметрами, целью которых является выявление такой комбинации данных, алгоритма, параметров, которые дают наиболее оптимальное качество работы модели. И слово «оптимальное» – это еще один из кирпичиков в фундаменте успешного проекта машинного обучения. Задача из области машинного обучения – это в подавляющем большинстве оптимизационная задача. И правильное задание критерия оптимальности в начале проекта будет иметь огромное влияние на конечный результат. Этапы, следующие за обучением модели, они довольно типичные и стандартные для отрасли информационных технологий и не сильно отличаются от точно таких же этапов по разработке классических информационных систем. Единственным дополнением к ним будет дополнительный этап, на котором можно производить до обучения модели уже по результатам промышленной эксплуатации. Очень часто, когда к нам приходят заказчики, спрашивают, какие типовые этапы есть, какая длительность этих этапов. Можно выделить следующие стандартные этапы. Это подготовка данных, это непосредственно обучение самих моделей, внедрение их, ну и довольно стандартный тоже этап поддержки. На подготовку, подготовка данных может занимать в зависимости от проблемы, которые мы пытаемся решить с помощью машинного обучения, в среднем от двух до шести недель. На этом этапе мы производим изучение данных, определение качества данных, очистку и трансформацию данных, ну и тому подобное. Переходя к следующему этапу, мы уже имеем подготовленные данные. Следующий этап, это обучение моделей. Он может занять от одного до трех месяцев в среднем. На этом этапе мы производим серию экспериментов. То есть пробуем несколько различных видов моделей, комбинаций параметров, для того, чтобы из этих моделей и параметров определить наиболее оптимальную комбинацию для решения нашей задачи. Мы можем проводить симуляцию работы модели, как если бы она работала с живыми данными. Ну и производим анализ и поиск наиболее оптимального варианта внедрения модели. Ну, следующий этап, он, опять же, довольно стандартный. Это интеграция модели в тот продукт, который будет эту модель в дальнейшем использовать, программный продукт. Тут возможны какие-то оптимизации модели. Например, получив дополнительные данные, получив дополнительные данные с какой-то производственной линии, с каких-то датчиков и устройств, модель можно улучшить, оптимизировать ее работу. Ну и в конечном итоге, когда все составляющие готовы, происходит развертывание моделей. Поддержка довольно типичный стандартный этап для большинства программных продуктов. Там могут быть выполняться и мелкие правки. Но специфика машинного обучения позволяет, или даже, можно сказать, требует не только развертывания какой-то первоначально обученной модели, но и последующую адаптацию этой модели к данным, которые мы получаем в ходе промышленной эксплуатации. Данные могут меняться. Это вполне нормальная, типичная ситуация. Ну и, конечно же, на этом этапе важно производить мониторинг производительности. Возможно проводить мониторинг достаточности ресурсов, на которых развернуты модели, ну и адаптацию под изменения. Прежде чем мы перейдем к детальным примерам внедрения машинного обучения в промышленности, ну и такой буквально пару слов, небольшой обзор мировой практики, да. Согласно исследованию компании Forbes, почти треть внедрений машинного обучения в производстве приходится на управление средствами производства. Также можно сказать, что, например, падение цен на камеры высокого разрешения позволило начать внедрять искусственный интеллект в процесс контроля качества выходной продукции. На многих предприятиях, например, американского автопрома, компьютерное зрение помогает осуществлять контроль соблюдения правил безопасности. Скажем, ну, надета каска на голову сотрудника или нет. Также машинное обучение помогает не только в определении каких-то сезонных колебаний спроса, но и помогает выявить корреляцию такого спроса с различными внешними факторами, ну и, соответственно, в будущем более четко и правильно реагировать на их изменения. Ну, мы начинаем переходить к той части нашего сегодняшнего вебинара, где мы рассмотрим непосредственные внедрения искусственного интеллекта для решения тех или иных практических задач. Ну, и вот одна из групп задач, которые успешно может решать в производстве машинное обучение, это инспекция оборудования. Это может быть как визуальная инспекция, то есть с помощью камер. Это также может быть инспекция оборудования, основанная на датчиках вибрации или датчиках шума, который позволяет определить выход тех или иных узлов или оборудования за допустимый режим работы. Использование инфракрасных датчиков и даже рентгеноскопии. Вот некоторые примеры из этой области. Компания General Motors использует камеры для выявления поломок роботов на сборочных линиях. Или же компания Nokia использует анализ видеопотока для уведомления сотрудников сборочного цеха об отклонениях от стандартного процесса сборки. Довольно сложное, но при этом работающее решение. Компания Canon использует рентгеновские снимки для определения каких-то усталостей металлов, появления скрытых дефектов в них и так далее. Поломки или износ оборудования. Следующая часть, где машинное обучение нашло довольно успешное применение. Для решения задач подобного рода используются исторические данные или же живые данные с датчиков для предсказания момента, когда может произойти отказ оборудования. Можно предсказывать либо момент, когда там произойдет отказ, либо какова степень износа, ну и в соответствии с этим применять те или иные действия. Можно выделить несколько подходов к обслуживанию оборудования. Машинное обучение занимает ту часть, которая находится в самом низу, четвертую. Но у нас есть реактивный подход, когда мы чиним, когда что-то сломалось. Довольно такой, не самый удачный, наверное, подход. Периодический подход, когда мы по какому-то регламенту просто заменяем те или иные узлы оборудования время от времени. Проактивный подход, когда мы заменяем, как только мы начали замечать, что что-то пошло не так, начало немножечко сбоить, то есть оно не вышло еще до конца из строя, но уже работает не совсем так, как нам нужно. Ну и предиктивный подход, когда мы используем аналитику, исторические данные, чтобы определить вероятное время отказа. Ну и соответственно заменяем те или иные узлы оборудования заранее. Ну вот несколько примеров проектов, которые реализуются или уже были реализованы нашей компанией для наших заказчиков. Один из таких прекрасных примеров, это аналитика повреждения объектов инфраструктуры. Заказчик, используя дроны, осуществляет облет промышленных объектов, зданий, сооружений, мостов, осуществляет фотографирование поверхности и по фотографиям, соответственно, определяет наличие каких-то дефектов, которые вот скоро могут вызвать какую-то существенную проблему. Или же другой пример, это клиент, для которого мы строили систему автоматизации складов, складских помещений. В такого рода помещениях используется довольно много различного рода оборудования. И оборудование работает практически в постоянном режиме, бывает, выходит из строя. Соответственно, тот продукт, который мы поставили заказчику, он позволяет, используя аналитику, предсказывать, когда то или иное оборудование может выйти из строя и требует замены. Следующий хороший пример, это обдружение и распознавание каких-то объектов или же состояние этих объектов. Тоже один из клиентов компании, который осуществляет мониторинг сетей передачи электроэнергии. Такие сети, они могут быть расположены в том числе и в труднодоступных районах. И в целом, в общем, об обрывах проводов мы можем узнать довольно легко и оперативно. Определить непосредственно место обрыва бывает сложно. Соответственно, с помощью тех же самых дронов осуществляется облет сетей. И с помощью машинного обучения определяется место обрыва. Конечно же, из подобного рода сценариев нельзя полностью исключить человека. Человек присутствует на финальных этапах данного процесса и подтверждает то обнаружение, которое осуществил искусственный интеллект. Является ли это действительно обрывом или же может быть это какие-то искажения, блики или подобного рода иные дефекты фотографии. Автоматизация рутинных процессов и выявление брака. Это следующая категория проблем, которую успешно решает машинное обучение в промышленности. На этом слайде я расположил пример, картинку такой производственной линии, которая на текущий момент довольно актуальна. Это линия по производству масок и при монтаже шнурочков на масках иногда бывают дефекты в таком монтаже или же шнурочек вообще не примонтирован к маске. И в данном конкретном случае с помощью камер, для подобного рода вещей даже не требуются камеры высокого разрешения, можно пользоваться довольно стандартными дешевыми камерами. Можно с помощью искусственного интеллекта определять и отбраковывать, определять брак и отбраковывать подобного рода продукцию. Или же другой пример. Компания Ауди на своем заводе использует камеры высокого разрешения уже для инспекции продукции прессовального цеха и выявления определенных дефектов. В подобного рода решениях можно использовать не только вычислительные ресурсы, которые находятся локально, но и вычислительные ресурсы, которые находятся в облаке. В частности, компания Microsoft создает прекрасные инструменты для разработчиков машинного обучения в облаке, которые позволяют не только собрать данные в облаке, обучить модели, провести ряд экспериментов, но еще и развернуть эти модели в облаке для того, чтобы избежать развертывания и обслуживания подобного рода оборудований непосредственно на предприятии. Хотя, конечно же, можно воспользоваться облаком для того, чтобы обучить модели и развернуть их потом уже в дальнейшем локально. Все очень удобно, хорошо и положительно сказывается на экономике подобного рода проектов, позволяет сократить трудозатраты, позволяет сократить сроки выполнения работ и так далее. Ну и, наверное, наиболее интересная часть нашего текущего рассказа – это искусственный интеллект для управления станками. В отличие от тех примеров, которые я показывал ранее, которые наша компания реализовывала на основе продуктов и сервисов, предоставляемых компанией Microsoft, вот здесь речь пойдет о компании, которая строила разработку самостоятельно, разработку интеллекта самостоятельной, но является очень хорошим, интересным, показательным примером. Все то же самое можно было бы сделать с использованием инструментов, облачных инструментов. Речь пойдет сейчас о робототехнике и производственных линиях с использованием роботов. Чем отличаются промышленные роботы? Очень часто кажется, что промышленный робот должен быть очень точным. На самом деле более правильным будет сказать, что он должен быть не столь точным, сколько иметь очень хорошую повторяемость своих действий или идеальную повторяемость. То есть, выполняя одну и ту же операцию, год за годом мы должны получать минимальные отклонения от изначальных настроек. Соответственно, чтобы добиться такого рода эффекта, да еще и обеспечить длительный, непрерывный срок работы подобного рода оборудования, лидеры мирового производства используют для производства таких промышленных роботов очень твердые материалы, используют прецензионную обработку и в итоге мы получаем довольно высокую стоимость такого рода роботов. Ну, если сравнивать, скажем, роботов от таких компаний, как Кука, с китайскими роботами, они могут стоить на порядке дороже, но при этом именно повторяемость с минимальными отклонениями у них будет существенно выше. Вот технологии искусственного интеллекта и возможность дать системе живую в реальном времени обратную связь с помощью, опять же, каких-либо рода датчиков или же с помощью камер высокого разрешения и довести устройство, даже если там, скажем, мы спозиционировались не совсем точно, но довести до нужного положения, позволят в ближайшем времени перейти от довольно дорогих роботов к более дешевым. Другой момент, который существенно может повлиять на экономику подобного рода производства. Если мы сейчас рассмотрим производство автомобилей, то мы не найдем нигде фабрики по производству автомобилей. Их не существует и даже нет фабрик по производству автомобилей определенной марки. И даже если мы скажем, что мы хотим найти фабрику по производству автомобилей определенного класса, мы ее тоже не найдем. Всегда это производственные линии конкретных автомобилей в конкретных комплектациях. Перенастройство такого рода линий, это дело довольно затратное. И использование искусственного интеллекта, использование машинного обучения в подобного рода роботах могут позволить не только осуществлять более простую и быструю перенастройку, но за счет того, что мы избегаем необходимости точной настройки, оборудованной на начальных этапах под конкретные операции, но еще и позволят на одной и той же линии выпускать целую линейку схожих товаров. Как небольшой summary для перехода к следующему слайду и рассказов про компанию, по которой я обещал рассказать, это вот буквально несколько тезисов, которые позволят в нашем ближайшем будущем существенно изменить то, как происходит производство в текущий момент. То есть это получение и использование обратной связи в реальном времени. Опять же, это могут быть механические датчики, это могут быть какие-то камеры высокого разрешения и так далее. Возможности перенастройки поведения робота в реальном времени и как следствие ускорения и адаптации линии к новым запросам рынка и персонализация товаров, что сейчас становится все более востребованным. Ну и использование, конечно же, более дешевого оборудования, более дешевых роботов. Ну, наверное, самая интересная часть нашего сегодняшнего рассказа, это компания Arrival. Компания, которая построила производственную линию автомобилей на новых принципах. То, что раньше выполняла целая линейка роботов, сейчас выполняют четыре робота. То есть, четыре робота могут собирать одновременно машину целиком. При этом это очень легко масштабируется, вам нужно собирать не одну машину в час, а две машины. Вы ставите восемь роботов, восемь роботов собирают в два раза быстрее. Если вам нужно еще в два раза быстрее, вы ставите шестнадцать роботов, они собирают четыре машины в час и так далее. При этом одна и та же группа роботов может собирать автобусы или же автомобильчики маленького размера, так и удлиненные, с удлиненной базой и так далее. То есть, эта компания, хороший пример компании, которые на Западе называются компанией, представляющей следующую индустриальную, четвертую революцию. У нас часто можно встретить термин шестой технологический уклад. Компания, которая производит автомобили уже сейчас. То есть, это не экспериментальная площадка, это реальное производство. Не самый большой заказ, который мы уже выполнили для компании UPS на 20 тысяч автомобилей. Это электрические автомобили, которые уже сейчас используются и переводят разного рода товары и грузы. Хочется верить, что подобного рода предприятия будут появляться не только в области производства автомобилей, но и в производстве других товарных групп. И не только на территории Великобритании, но и в Российской Федерации. А мы, как компания DataArt, готовы всемирно этому помогать. И вместе с нашими заказчиками двигаться к успеху. Спасибо за внимание. Мы практически вложились в наш регламент. У нас есть время на то, чтобы ответить на ваши вопросы. Позвольте мне зачитать. У нас уже есть несколько вопросов. Дмитрий спрашивает. Выявление аномальных вибраций, шума, можно ли конкретный пример? В чем используется машинное обучение, если это данные с вибродатчиков? По данным же напрямую можно увидеть, когда вибрация достигнет критических значений. Да, все верно. Действительно, мы можем задать какую-то точку отсечения. И когда наши вибрации превышают какое-то пороговое значение, мы можем принимать те или иные действия. Машинное обучение позволяет определить момент, предшествующий переходу вот этого порога. То есть, характерное поведение подобного рода узлов или оборудования, которое предшествует моменту, когда те или иные процессы выходят за свои какие-то стандартные граничные значения. То есть, все еще оборудование работает почти так же, как оно работало раньше, но уже есть признаки того, что в скором времени произойдет тайная поломка. И вот подобного рода вещи, используя, так сказать, данные за предыдущий период, данные по выходам подобного рода оборудования из строя, мы с помощью машинного обучения можем обучить модель, которая как бы выучит вот эти шаблоны, шаблоны в данных и сможет предсказывать заранее. Без имени анонимно можно ли узнать подробнее, чем обучали модель для выявления проблем мостов? Я подробно рассказать не имею права, чем обучали, но существует довольно много стандартных классических подходов для решения подобного рода задач. Существует различный класс алгоритмов, который позволяет либо классифицировать фотографию в целом, либо находить на фотографии объекты, определять, к какому классу относятся те или иные объекты, то есть является ли это царапиной или является ли это трещиной и так далее. Тоже без имени. Пример анализа оборудования Volkswagen на своем головном заводе имеет специальную установку, которая записывает звуки работы пресса. Если там есть изменения, определяет локализацию изменений в звуковой картине, после чего узел обследует дополнительно данные. Хороший пример того, как мы можем использовать, в данном случае, звуковые датчики для определения неправильности работы. Существуют очень интересные примеры, правда, не из области промышленности, а из области ремонта автомобилей, когда с помощью микрофонов, звуковых датчиков по характеру шума мотора пытаются определять те или иные дефекты в моторах. То есть подобного рода технологии это существующие технологии. И, конечно же, это технологии, которые требуют существенного внимания, инженерной мысли для их внедрения. Но подобного класса задач, он все-таки является решаемым на текущий момент времени. Друзья, если есть еще вопросы, пожалуйста, пишите. Ну, наверное, я хочу сказать тогда напоследок, пока, может быть, мы еще увидим, вопросы. Если вдруг появятся какие-то дополнительные вопросы, про сказанные мной ранее, вы можете, и мы будем очень рады, если вы напишите письмо на указанный на данном слайде адрес электронной почты, и мы будем рады ответить на ваши вопросы, если вы нам позвоните. Нам кажется, что подобного рода проекты, использование машинного обучения в промышленности, это то, что может привести многие компании к успеху в конкурентной борьбе. Спасибо вам за внимание. Коллеги. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok